Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в City Skyline с дополнением Snowfall. Ну, точнее, я бы сказал, уже потихонечку заканчиваем, потому что в целом заняться нам уже здесь нечем, потому что игра значительно медленнее работает сейчас, чем раньше, да, то есть можно посмотреть, это прекрасно по движению автомобилей, которые на третьей скорости ездят совсем-совсем намного быстрее, чем на первой, и это немного удручает, конечно же, вот, ну, в принципе, мы и уже практически все сделали, что могли, осталось только построить, в очередной раз построить все монументы, вот, но тут уже как-то, я не знаю, ну, просто уже неинтересно становится играть, вот, поэтому, поэтому мы уже будем заканчивать. Цель я свою, как бы, выполнил, 100 тысяч населения, и, в принципе, все, больше мне, по большому счету, ничего не нужно было от этой игры, причем 100 тысяч населения мы как-то очень и очень быстро взяли. Я даже не думал, что настолько быстро получится у нас 100 тысяч набрать, вот. Ну, давайте потихонечку начнем размещать разнообразные уникальные сооружения. А может быть, кстати, давайте мы сначала посмотрим, что нам нужно. Это можно посмотреть, где у нас... П-п-п-п-п-п-п-п-п, нет, тут, где-то у нас... А, вот здесь. Вот здесь, монументы. Нам нужен космический лифт, вот, что нам нужно. Для космического лифта нам нужно построить выставочный центр, стадион, торговый центр, символ изобилия. Давайте начнем с чего-то простого, типа символа изобилия. Он как раз маленький, прекрасно подойдет... Прекрасно подойдет куда-то вот сюда, я думаю, потому что... Здесь он будет гораздо лучше стоять и смотреться. Вот. Потому что здесь недостаточно высокая цена на землю. Если это я правильно понимаю, да? Точнее, ну, просто недостаточно развлечений здесь. Так, символ изобилия. Вот эта вот штуковина, башня транспорта. Башню транспорта мы... Где поставим? У нас вот тут вот много разных транспортных штуковин. Поставим ее где-то здесь. Вот тут вот у нас и... Стоп, это была тюрьма. О, депо дорожной службы стоит. И... И что? И все. Просто башня транспорта будет у нас здесь стоять. Почему? Да фига его знает. Так. Что дальше? По-моему, вот эта вот штуковина. Торговый центр. Торговый центр можно попробовать где-то как раз вот тут разместить. Чуть-чуть не влазит. Маленько. Маленько. Ну-ка посмотрим на вот этом кольце он станет. Тут еще меньше. Ну, он станет прекрасно где-то здесь, я думаю, даже. Вот так вот. Чтобы жителям не мешал. Вот. И чтобы порадовал немного вот эти предприятия, которых мы можем... Кстати, да, у нас есть небольшой спрос в... Так, как бы это нам так сделать, чтобы... Да, в принципе, можно сразу широкой дорогой. Небольшой спрос есть у нас в промышленных зонах. Поэтому давайте мы здесь их и поставим немного. Но только надо их ставить вот как-то так. Чтобы не делать лишних перекрестков много. Вот. Дороги у нас здесь двухсторонние и прекрасно... Ну, смотрите, сюда даже помещаются еще. Прекрасно все это дело будет работать. И просто берем и все заливаем промкой. Вот так вот. Как-то. Вот это нам не надо. Тут, кстати, у нас дороги-то узенькие, маленькие оказались. Надо их проапгрейдить. Раз такое дело. Места у нас тут хватает. А, что тут мешает? А, свалка. И тут что-то мешает. Вечно мне что-то мешает. Ну, значит, будет так. Не хотят по-нормальному улучшаться. Ну и не надо. Нам, в принципе, и... И так, хватит. Места точно хватит. Ну, а если будут уже тут действительно какие-то серьезные проблемы, то будем... Давайте, во-первых, снесем все наши... А, они у нас... Нет, мы их просто снесем. Все угольные электростанции. Они нам не нужны. Мы построим... Так, сейчас проверить. Нефтяная, нефтяная. Нефтяные тоже снесем. Ну, у нас, во-первых, есть... Да. Нет. Ну... Сейчас мы исправим эту ситуацию. В целом, то, чего я хотел, я добился. И вот. Мы построим... Многие даже зрители просили, я в прошлой серии еще говорил, чтобы я построил гидроэлектростанцию. И давайте мы ее построим где-нибудь... Вот тут, например. Вот тут она будет нам выдавать... 128 мегаватт энергии. Максимум, что мы из нее можем выжать здесь, да? Здесь вообще 80. Сейчас посмотрим на другую сторону, где тут может... Тут течение слабее, по-моему, вообще. По нулям. 16. Да, здесь течение довольно слабое. Это нам неинтересно. Ну, значит, ставим где-то здесь. Как я и размечал. На 128 мегаватт энергии. Вот. Все. Теперь посмотрим, как она будет работать. Потому что в прошлых сериях она работала примерно никак. В прошлых сезонах. Ставится она автоматически нужной стороной. И... Да, сейчас ее немного вот затопит. Вот. Потому что течение она застопорила. Сейчас вот эта вот... Вся территория у нас немного... Водичка подсохнет. И можно тогда будет даже переставить вот эти наши водокачки куда-нибудь. Ну, тут место у нас есть для водокачек. Тут не проблема. Вот. Сейчас главное, чтобы... У-у-у. Смотрите. Вода повыходила из берегов. И затапливает шоссе. И наши велосипедисты-водолазы просто... Прекрасно ездили через всю эту воду. Ну, это сейчас... Сейчас устаканится, как говорится. Все это дело. И смотрим. Даже 160. Смотрите. Хорошо. Место здесь гораздо лучше, чем в прошлом у нас сезоне. Здесь в целом... Ну, сейчас вода спадет и... Будет все нормально. О, 128. Нет, все. 160. Да ты определись. 128 или... Ну, 176. 160. Так. Но главное за водой следить. Чтобы... Вот тут вот... Наши водокачки доставали до воды. Но вроде бы достают нормально. Так что все хорошо. Тут немного затопления. Дорог. Ой. 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 Стали. Стали машины. И поезд немного сейчас затопит. Это... У-у-у-у. И тут пробка уже. Так. Водичка. Давай, уходи. 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 А я могу? А, да. Я могу этот квадрат перестроить, если мне надо будет. Поезд не решился. Во. Все. Вода... Немного отходит. Отходит. Машины исчезают. Тонут. Их сносит куда-то течением. Засасывает куда-то в какой-то бермудский треугольник. А нет. Смотрите. Одна прорвалась. Прорвалась каким-то чудным образом. Все. Вода сошла. Надеюсь, здесь сильно тоже не затопит. Но все. Прекрасно. Пробка рассосалась. Сейчас, правда, движуха такая ко мне в город заедет. И у нас будут снова пробки. Но ничего. Мы подождем. Они рассосутся тоже. Так, смотрим, как она работает вообще. Работает. 192. Нормальная, в принципе, мощность. Единственное, что... Сейчас нам нужно все-таки будет провести дорогу здесь. Потому что... Нужно... Мусор выносить. Потому что вот эти здания, как я уже говорил, они тоже горят. Хотя раньше не горели. Здесь скопится мусор, наверное. Здесь... Будет возможный пожар. Здесь эти бандиты-хулиганы могут беспредел устроить. Поэтому давайте мы поставим вот так вот дорожку. Ну и пусть машинки дополнительно сюда ездят. Чистят здесь тоже снег на всякий случай. Не знаю. Это, в принципе, совершенно не нужно. Но во избежание неприятностей, такие, как были у меня с атомной, вот. Я лучше поставлю вот что-нибудь такое. Ну вот. Хорошо. Энергия теперь должна... Нет, не хватает все равно энергии. Негодяйство. Сейчас мы что-нибудь придумаем. На... У населения не хватает. Фантастика. Фантастика просто. Так. Что-то я хотел сделать. Я хотел построить. Построить. Что мы можем построить себе? Эм... Еще одну атомную? Эм... Наверное, не надо. Солнечную электростанцию. Сколько она выдает мощности? 160 еще. Ну... Такое. По-моему, все равно нужно будет поставить... А, 120. Да. Давайте солнечную поставим и не будем заморачиваться. Где-нибудь вот здесь мы ее бахнем. Я думаю, одной хватит или... Кстати, по... Тысяча в неделю. А, стоп. Это вода. Так. Уход. Тысяча двести. Уход восемь тысяч. А энергии вырабатывает... Ммм... В пять раз больше. А стоит... Слушайте. Как-то неэффективно оказалось. Пару солярок поставим, чтобы нам хватило. А, кстати, мы же построим все равно этот монумент. И у нас энергии хватит. С головой потом можно будет все это дело сносить. Так, сейчас, секундочку. Так, я еще просто болею, поэтому человек тут попиваю и разные неприятные звуки издаю. Поэтому буду нажимать на паузу периодически. Вот. Что дальше у нас? Мы построили вот эту вот штуковину. Дальше... Если они... Нет, не... Хм... Сейчас проверим. Так. Да, оперный театр. Выставочный центр. И стадион. Давайте посмотрим. Оперный театр у нас относительно небольшой. Можем порадовать жителей вот этого райончика. Оперным театром. Снести дома и построить оперный театр. Ну, пусть люди к культуре приобщаются. Так. Здесь у нас чего? Научный центр. Нет. Аквариум. Выставочный центр. Кстати, тоже относительно небольшой. Но не поместится к нам в центр в этот. А помещается, 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 помещается. И это прекрасно. Вот. Хорошо. Хорошо пошло. Так. И последнее. Это стадион. Стадион довольно противный на самом деле. И куда его поставить? Я даже не знаю. Мы можем где-нибудь что-нибудь сейчас снести. Наверное. И бахнуть. Ну, тут шумный он очень. Не хочу я его здесь ставить совершенно. Давайте мы поставим его где-нибудь здесь. Чтобы шум не доставал до обычных мирных жителей. Вот. И мы теперь можем поставить космический лифт. Как я... Блин. Космический лифт намного меньше, чем все остальные наши... Эти уникальные сооружения. Давайте поставим его. Он тоже шумный. И... Где-нибудь здесь поставим. Будет привлекать море туристов. Давайте сейчас посмотрим, как у нас по туристам вообще. По туристам... Где тут туристов можно посмотреть? Рождение, смертей, трудоустроенных. Так, не здесь. Туристы, туристы, туристы. Вот тут можно посмотреть. 604 за неделю туриста. Посмотрим. 70 пассажиров. 75 пассажиров на прошлой неделе аэропорт обслужил. Посмотрим, будет ли толк. 600, да? Где-то пассажиров. Извините, 600. Сколько-то там было. Посмотрим, как зайдет. Плюс можно попробовать здесь поставить немного тех же коммерческих зон. У нас нехватка, да, сейчас идет в коммерческих зонах. Единственное, что, наверное, тогда дорогу лучше сразу же проапгрейднуть. До максимальной. Ух ты. А, это дорожки у нас были. Сейчас дорожки вернем. Вернем, вернем. Здесь бы тоже на самом деле проапгрейдить дорожку. Ладно. Давайте. Сейчас. Все сделаем. Все сделаем так, чтобы уже было все правильно. Только дорожку давайте сразу вернем. У нас минус 10 тысяч сейчас. Сейчас мы как в минус уйдем. Дикий такой. Так. Давай. Хлоп. И хлоп. Нет. Потихонечку в плюс идем. Хорошо. Так. Дорожку, да? Да. Так. Дорожку апнули. Давайте теперь вернем все на свои места. Так, чтобы жители снова радовались. Вот эти, которые в ближайших домах живут. Так. Это у нас... А, это я понял. Вот этот хоккейный стадион или какой он там. Воды не хватает. Сейчас. Сейчас все будет. И воду вам добавим. И все остальное. Так. Вода. Что-то не хватает, действительно. Вот. И можно здесь, как я уже говорил, попробовать построить немного коммерческих зон. Немного коммерческих зон. Где-нибудь вот так вот бахнуть. Раз. Вот эти вот тоже можно сразу занять коммерческими зонами места. Просто потом мы их снесем на самом деле, потому что, да, потому что построим новые какие-то уникальные сооружения здесь. Ну, посмотрим. И можно будет вот эту вот как раз зону сделать районом отдельным. И завязать все это безобразие на туризме. Кстати, можно попробовать еще дорожку сюда провести одну. Ну, давайте сейчас посмотрим. Так, это у нас нет. Вот. На туризме специализация. Бамс. Во. Сейчас все перестроятся эти здания. И посмотрим, что у нас в итоге получится. Так. Так, так, так. Мы, кстати, вот эту можем уже снести. Угу. Окей. В принципе, меня устраивает, что заезд здесь с шоссе идет. Другой вариант я делать не буду никакой. Давайте пока не построили здесь эти еще зданий новых. Мы дорогу проведем. Так. Так. В принципе, посмотрим, насколько можно это сделать. Плотненько. Ну, вот так вот точно, я думаю, можно. Да. А тут мы оставим место для того, чтобы построить еще какие-нибудь заведения серьезные. Окей. Окей. Ух, денег у нас плюс 100 тысяч почти. Это ежедневные даже, а не еженедельные, как я раньше думал. Так. Давайте пойдем дальше смотреть, что у нас еще интересное есть, что мы можем построить. Роскошный отель. Ну, отель. Ну, кстати, отельчик ты сюда не помещаешься в центре. Здесь бы хорошо так стал, наверное. Замерзший фонтанчик. Не, хочу сюда что-то более интересное. У-у-у. Что-то у нас закончился свет. Давайте сюда поставим этот фонтан, который нам на самом деле не надо было, но пусть будет. Так. А-а-а. Я же олень, точно. Вот почему солярки такие дешевые. У нас же ночь наступает. Раньше ночи-то не было. Я привык все на солярках, чтобы у меня работало. А тут-то не пройдет такой фокус. Ладно, ставим, значит, еще одну. Атомную. А солярки все к чертям. Я как-то забыл совсем об этом. Так, и смотрим, как у нас со светом. Все хорошо, со светом пойдет. Ну, кстати, здесь у нас заторчик образовался. Давно здесь не было. Никаких проблем. Так, можно... Вот здесь. У-у-у. Да, слушайте. Все такие, блин... Сюда никто не ездит вообще. Вот один кто-то поехал, непонятно. А, он вообще на разворот поехал. Надо было нам не ставить вот эту вот штуку. Ставить только эту, и все. А то что-то как-то... Не солидно. Ну, ладно, пусть уже стоит. Не так уж критично, я думаю. Мы, кстати, можем попробовать здесь... Сделать... Сейчас немного по-другому. Так. Давайте сюда... Одностороннюю запустим. И сюда. А эту мы не можем никак сделать. Ну, мы можем вот эту одностороннее сделать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, можно, в принципе, мне кажется, и... Не можем мы ее одностороннее сделать. Не можем. Только не говорите, что вы сюда разворачиваетесь все. Нет, не все. Был у меня хитрый план такой. Какой-то. Да не судьба ему сбыться. Потому что все равно тут надо... Не, ну мы можем, конечно, здесь сделать одностороннюю дорогу, чтобы все машины сюда заворачивали и ехали вот так по кругу. Вот. Ну, тогда нам надо пошире дорогу делать все же. Вот такую. Так. Так, только... Да, стрелочки есть какие-то? О, во, да. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Можно даже, на самом деле, чтобы не заморачиваться, вот так вот сделать. А эту тоже одностороннюю надо. Не в ту сторону, не в ту сторону. Хороводы водим здесь. Так, вот эта дорога нам... Так. В какую сторону я тебя провел? Нет, все правильно. А что вы прямо не едете? Прямо поехали все. Я сказал. Так. Почему эти машины сюда едут? Я вот что-то теперь не понимаю. Ой, не то. Вот что я хотел. Пусть они едут теперь в обход. В любом случае, сюда они прутся... Только для того, чтобы попасть в какой-то из этих вот... Из вот этих вот станций. Станций. Ну, портов. В любом случае. Поэтому пусть и едут себе туда. Тут перестраивают. Поисчезали просто. Да ну нафиг, подумали мы. Телепортируемся лучше. Тоже верно. Правильный ход. Одобряю. Тут они все пытаются почему-то переедут. Главное, по средней сначала. А потом вот здесь вот почему-то резко хотят перестраиваться. Вот почему здесь? Непонятно. Все равно. Здесь берут и перестраиваются. Но зато мы пробку... Себе убрали. Все хорошо. Теперь. Так. На одну пробку меньше. Окей. Чем мы там занимались? Что у нас тут? Тут у нас людей не хватает. Это да. Было такое. У нас теперь появилась потребность в жилых зонах. Вот что интересно. А что это у нас? Вот это вот такое какое-то недокрашенное, что происходит. Как это такое возможно было? Может там что-то я строил? И поэтому перестраивал. Поэтому оно не докрасилось. Так. Все. Больше меня там ничего не интересует. Смотрим, что у нас тут. О, хорошо. Дело тут пошло. Что там по туристам? Было 600 человек, да? Ну... Ну, такое, а. Как наш лифт космический? 121 человек. Ну, не густо. Не густо. Совсем что-то как-то так. Слабенько. Кстати, да, по поводу электроэнергии. Давайте мы сейчас тогда заморочимся и поставим... Поставим, поставим. Образовательные программы. Неинтересно. Вот. Термоядерную электростанцию. Для этого что нам нужно? Опять не туда. Для термоядерной нам нужно налоговое управление. Научный центр. Музей современного искусства. Площадь мертвых. И фонтан жизни и смерти. Вот, кстати, у меня, по-моему, площадь мертвых и недоступна. Потому что... Да... Кладбище никак заполнить мы не можем, понимаете ли. Непорядок. Непорядок. Давайте посмотрим, где наше кладбище. Кладбище. У нас слишком много крематориев. И всех кремируют, а до кладбища никто не доезжает. Кстати, а почему? А, вот. Кладбище. Как тут? Еще долго заполняться будет. Ой, долго. Так. Вот, еще одно. Это вообще только опустело. Блин, хоть бери эти, крематорию закрывай. Сколько денег? 140 тысяч. В день 150? 156? Боже мой. Правильно? Или я где-то с цифрой камень? Нет, 170. Елки-палки. Так. Мы смотрели, где еще у нас кладбище есть. Вот тут вот кладбище. Тоже 500. Ну, блин, реально придется, наверное, крематорию закрывать, чтобы заполнить кладбище. Никуда я тут не денусь, видимо. Видимо. Ладно, давайте, позакрываем крематорию. Сейчас, конечно, у нас на народу... Народ будет просто в шоке, по-моему, от такого расклада. Нет, сносить не надо. Блин, не закрыть их никак по-другому. Вот, разве что включать-выключать. Туда. Вот еще один. У меня их много. Я так с запасом строил эти крематории. А теперь с запасом их выключать надо. Я вот что-то не помню, чтобы нужно было заполнить три кладбища. Или у меня они были заполнены. Это что такое? Где-то... Где-то проблема. А, вот в чем проблема. Воды не хватает. Так, все. Проблем нету. Давай, впереди в чувства. Все, проблем нету. Так. Окей. Продолжаем. 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 Закрывать. Крематории. Ну, я думаю, много закрывать нам крематориев и не надо, потому что... Тогда у нас совсем прям коллапс будет. Трупный коллапс какой-то. Вот. Поэтому надо закрыть крематорий, который рядом с кладбищами. В первую очередь. А их немало все равно. Ну, хотя бы включать крематорию будет гораздо удобнее, потому что сразу видно, где выключено. Даже не нужно сюда входить в меню этих... Больничная служба. Вот. Люди так жалуются, так... Так... Так возмущаются каждому закрытому крематорию. Жалко их. Честно, прям вообще. Так, окей. Продолжаем. 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 Строить. В принципе, давайте мы... Ну, нет. Давайте мы сосредоточимся сейчас действительно на одних этих. В зданиях, которые нужны для... Именно для... Как он? Для термоядерного реактора. Здесь тоже нужно немного поставить каких-нибудь фонтанчиков. Какую-нибудь налоговую службу, чтобы вот эти вот коммерческие зоны немного тоже порадовались. Да? Вы же рады? А, они не улучшаются. Вот, блин. Они не улучшаются. Я-то думал. Ну, тогда... Тогда и не надо это здесь. Так. Что у нас здесь построено? На следующем уровне у нас что было? Обсерватория у нас тоже. Она стоит. Здесь научный центр. Научный центр. Где бы поставить так научный центр? Мне кажется, что... Прям в промзоне научный центр будет неплохо смотреться. Но тут его и не поместишь никак, к сожалению. Опа, смотрите. Научный центр. Сельскохозяйственные промки. Чисто, чтобы вот эти дома немного порадовать. А, там они тоже коммерческие. Смысл особо радовать. Нету никакого. Так, и здесь что у нас было? Музей. Театр чудес. А здесь, кстати, я не помню, что у нас. Музей современного искусства. Окей. Музей современного искусства. Музей можно построить где-нибудь. Ага. Если все так просто было. Блин. Вот именно для вот этого я раньше всегда старался пошире делать районы. Чтобы можно было разместить всякие вот такие дурацкие здания. Которые не размещаются там, где хотелось бы. Тут метро у нас, по-моему, или что-то такое. Оставим где-то тут. Есть куда еще зданием улучшаться, интересно. Пятого, пятого. Блин. Пятого левела все. Некуда улучшаться, к сожалению. Именно офисно. Еще могут там куда-то расти. А тут. Тут все как-то грустно. Ладно. О. Тут еще воды нету. На пятачок небольшой не хватило. Все. Все. Есть вода. Я, блин, чем больше сейчас зданий строю, тем у меня больше потребностей именно в жилых зонах-то. Хоть бери и город еще один строю вот здесь вот. Я даже не знаю. Хотя. Хотя. Давайте построим еще один городочек здесь. Не то чтобы... Сейчас мне это очень нужно, но... Ну... Хотя бы, чтобы не просто так тыкать вот эти все здания, да? Прямо вот куда. Куда уже не могу прям тыкать. Тыкать, лишь бы тыкать. Давайте хотя бы город здесь построим. Небольшой такой. Какой-нибудь. И там уже расположим все вот эти штуковины. Но это уже будет, наверное, в следующей серии, ребят. Пока что мы построили космический лифт. В очередной уже. В третий раз мы построили космический лифт. Третий сезон у нас. Вот. Ну и продолжим еще в следующей серии развиваться дальше. Я, может, не на запись набросаю здесь дорогу для города. Да, службу там поставлю какие-то. Начнем потихонечку заселять его. Ну и построю сразу... Ну, буду потихонечку строить эти... Тем более нам все равно ждать, пока кладбище заполнится. Гадские кладбища. Все лафу мне испортили. Вот. Поэтому еще на несколько серий затянется. Ну, на несколько, не несколько, но еще затянется немного. Вот. Посмотрим. Ну, а пока что да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok